Из книги Равина Мейра Каханы «Никогда больше». Переоценка ценностей Пришло время пересмотреть, наконец, те концепции, которые евреи с такой страстью отстаивали, потому что им очень хотелось в них верить. Пора понять, что антисемитизм является неотъемлемой частью обществ, в которых мы живем, и объясняется это целым букетом причин – завистью, конкуренцией, шовинизмом, религиозной пропагандой и, наконец, просто иррациональностью человеческого мышления. Все эти идолы, которым современный эмансипированный еврей воскуривает Фимиам, не помогли ему обрести покой и безопасность, которых он так жаждет. Антисемитизм по-прежнему существует, и сегодня он не менее активен, чем вчера. Евреев не любят в Америке, и они отнюдь не чувствуют себя здесь в полной безопасности, как бы они себя в этом не убеждали. От того, что неевреи получают теперь лучшее образование, они не перестали ненавидеть евреев, ибо образование, как правило, не имеет ничего общего с такими понятиями, как мораль и этические принципы. И то, что рождается завистью, бедностью, гневом и отчаянием, не исчезает после получения диплома о высшем образовании. Наши попытки раствориться, стать как все, заигрывать со всем окружением, закрывая глаза на реакцию собеседника, не увенчали с успехом. В лучшем случае нас терпят. Но и эта терпимость рано или поздно отступит под натиском возможных кризисов и бурь. Все попытки подогнать иудаизм под мерки современного западного мира не принесли ничего, кроме потери своего национального лица и презрения со стороны окружающего общества. Все наши потуги облагодетельствовать человечество ни к чему не привели. Все наши марши и демонстрации в защиту прав угнетенных и обездоленных народов не смогли убедить их полюбить евреев. История показала, что наши попытки решить чужие проблемы ни к чему хорошему не приводили. Идея о том, что можно оставаться преданным своему народу евреям и при этом посвятить себя борьбе за светлое будущее всех народов мира, точно так же обречена на провал, как и попытки избавиться от своего еврейства путем всемирного братания на базе марксистско-ленинской теории и мировой революции. Нюрнбергские законы уничтожили глубокую веру немецких евреев в ассимиляцию. Отметка «еврей» в пятой графе советского паспорта поколебала наивную уверенность русских евреев в том, что марксистская утопия принесет нам свободу и равноправие. «У нас нет выбора, нравится нам это или нет, но еврей должен оставаться евреем, потому что единственная альтернатива, которую предлагает нам окружающий мир, — это уничтожение. И уж тут мы обязаны сделать все от нас зависящее, чтобы этого не произошло. Но что еще важнее, возвращение к своему народу, к его вере, к его образу жизни начинается с осознания того факта, что быть евреем и жить как еврей — это высшее счастье. Возвращение начинается с осознания того, что быть евреем — это прекрасно. Возвращение начинается с того, что мы навсегда оставляем идеи ассимиляции и самоненавистничества. Мы должны твердо усвоить одну истину. Прежде всего, мы обязаны заниматься своими делами, а не чужими, и единственным действительно надежным союзником еврея может быть только еврей. Настало время проверить, по правильному ли пути ведут нас наши лидеры, так ли уж безоблачна сегодня жизнь американского еврейства. И на что тратятся еврейские силы и средства? На борьбу за интересы еврейского народа или на субсидирование разного рода нееврейских, а иногда и антиеврейских мероприятий? Настало время прекратить, наконец, бессмысленные поиски корней в кавычках, самоидентификации в кавычках и тому подобное. Корни каждого еврея в его народе, в его вере и законах. Искателям корней в кавычках пора прекратить свои поиски на чужих полях. Им пора вернуться домой, к сокровищнице еврейского знания и традиции, к еврейскому образованию и к выполнению заповедей, данных нам Всевышним. Переоценка ценностей должна начаться с возрождения в наших сердцах простого национального чувства, с понимания того факта, что все евреи, где бы они ни находились, составляют один живой организм. Боль одного должна стать болью всех. Переоценка ценностей должна начаться с принятия новой философии. Философии, возникшей из пепла миллионов наших собратьев, сожженных в печах Освенцима и Требленки. Философия эта гласит, что высшим моральным императивом является обеспечение жизни и безопасности еврейского народа. И если этого невозможно добиться без применения силы, мы обязаны применить силу, и мы ни у кого не должны просить прощения за то, что живем. Отбросив страхи и неврозы гетто, мы должны сказать всему миру «Никогда больше!» Переоценка ценностей должна начаться с отказа от ложных идеалов и фантастических идей. Мы живем не для того, чтобы смысл своего существования видеть в возможности посещать престижный клуб, в котором благородные джентльмены играют в крокет. Наш путь к возрождению начинается с чувства гордости за свой народ, с еврейского национализма. Он начинается с того, что мы, евреи, возьмемся за руки и наполним наши сердца любовью к своим собратьям. Наш путь начинается с Ахават Исраэль, любви к каждому еврею и ко всему народу.